Продолжение следует... Партнеры интернет-портал «Самопознание», кедровая лавка «Светоч», женский клуб «Дама Трев», туристическая фирма «Роза Ветров», ресторан «Сатвик». Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире эзотерическое шоу «За гранью реальности». Что же ждет сегодня наших участниц? Открытие видения за счет космоэнергетики, знания рейки и многое другое. Смотрим! Рейки Рейки – вид нетрадиционной медицины, в котором используется техника так называемого исцеления путем прикасания ладонями. Профессионалами иногда классифицируется как вид восточной медицины. Что такое рейки? Рейки – это канал всего сущего, высшего я. Во время сеансов рейки мы подключаемся к одному единому источнику. У него есть свое такое название, его зовут КАМ. Что нам дает рейки и чем отличается от космоэнергетики? Рейки – более мягкий канал. Он общий, единый. Больше подходит людям, которые обладают какой-то творческой натурой, так как он более мягкий. К космоэнергетикам здесь существует несколько каналов, и они более жесткие. Их воздействия более быстрые и более тяжелые. Чем отличается? Сеанс рейки в среднем длится где-то час-полтора. На космоэнергетику, на сеансы, вам требуется меньше времени, так как каналы более мощные и они разнонаправленные. Достаточно минут 15-20 для сеанса космоэнергетики. Если мы применяем рейки в течение каких-либо заболеваний, они уходят более мягко. При применении каналов по космоэнергетике болезнь может обостриться за считанные минуты. Вам во время сеанса может стать резко плохо. Если мы будем применять рейки, у нас, допустим, условно мы лечим астму, да? Мы не лечимся, просто валево, ну, какими-то медицинскими средствами пользуемся. У нас для того, чтобы как-то выйти из какого-то тяжелого состояния, нам требуется, ну, дней, условно пусть будет 10. Если мы применяем рейки, у нас это уменьшится, ну, время затратится гораздо меньше, может быть 3-4 сеанса. При применении космоэнергетики вам может быть достаточно одного сеанса. Но это произойдет очень остро. У вас будет до такой степени сильный приступ, когда вы уже вообще практически можете не дышать. Проходит несколько секунд, вы приходите в себя, вас отпускает, вам становится легче. Поэтому каналы космоэнергетики, они больше подходят даже людям. Заниматься этим могут люди такого умственного склада характера. И люди с очень хорошо развитым ментальным полем. Почему? Потому что основа космоэнергетики – это мыслеформа. Мы открываем каналы, есть каналы, которые открываются визуально. И все время во время сеанса, вот эти 15-20 минут, вам нужно удерживать мысленно вот этот канал зрительно. Это сделать достаточно сложно. У нас в голове огромное количество мыслей, которые постоянно хаатично что-то бегают, прыгают. И этому нужно учиться. Это большая работа. Рейки в этом плане гораздо легче, гораздо проще. Сейчас, уважаемые телезрители, вы можете посмотреть, как проходят сеансы рейки. И узнать мнение наших участниц. Субтитры создавал DimaTorzok Девочки, расскажите про ваши ощущения. Что вы чувствовали? Вообще ощущения такие интересные. Я почувствовала, что как будто какое-то давление идет в районе горла, головы. Сначала как будто что-то сдавливает. Затем пошли волны, волнообразные движения. А потом как будто какие-то легкие покалывания. Вот у меня были такие ощущения. Они необычные. Вот так я первый раз прочувствовала. Вот это. Разве на тебе как? Ну, у меня, получается, на ощущениях движение, такой волной, вихрем, единственное, сверху вниз до пяток. Потом обратно она здесь вот встала. И вот покачиваем такие мягкие движения, как на улице лежишь такая, воздушная, мягкая. Благодарю. Сегодня мы с вами узнали, что такое рейки, как с этим работать. И я желаю вам всем счастья и здоровья. Наши партнеры. Интернет-портал «Самопознание». Кедровая лавка «Светоч». Женский клуб «Дама Треф». Туристическая фирма «Роза Ветров». Ресторан «Сатвик». Впервые в Уфе на телеканале М-Телевизион новый эзотерический проект «За гранью реальность». Где только 10 участников программы смогут получить полную информацию о эзотерике, своей судьбе и своем здоровье. Наши герои – обычные люди, мужчины и женщины, которые проходят обучение у приглашенных специалистов. Окончанию проекта участники благодаря полученным знаниям изменят свою жизнь в лучшую сторону и научатся управлять судьбой. С участницами работают астрологи, тарологи, травники и многие другие специалисты. Вы узнаете, как создавать обереги и ставить защиту. Познайте сверхспособности своего физического тела и множество других откровений. Вы можете присоединиться к проекту «За гранью реальности» в любой момент. Справки по телефону 292-16-35. 8-917-773-6393. Руны – древние письмена скандинавов и славян, сохранившиеся в надписях на камнях и других предметах. Руны – это мощный магический инструмент, который позволяет не только гадать на будущее, но и оказывать влияние на судьбу и охранять своего владельца. Гадание на рунах – это один из самых древних способов узнать свое будущее. Магические знаки обладают невероятной силой, которая укреплялась столетиями. Здравствуйте, дорогие телезрители, здравствуйте, дорогие участницы программы «За гранью реальности». Сегодня мы окунемся в мир магии рун. Давайте посмотрим. Руны – это древняя письменность. Не просто древняя письменность, а такая письменность, которая каждый символ и несет огромную энергию за собой. Если у нас сейчас буква «А» назначает только «А», как вибрацию, то здесь это не просто руна райда, руна дороги, но этот сам символ несет море значения, огромную силу за собой. Вот здесь мы видим с вами скандинавский круг рун. Начинается от фейху, заканчивается дагаз. Руны можно использовать первое, как гадание на рунах, когда мы вытаскиваем руну и спрашиваем, что мы хотим, что благоприятно сейчас в данном этапе, как дальше двигаться. И мы спрашиваем у рун и получаем ответ. Второе использование рун – это, конечно же, как руны, как обереги, как талисманы, как помощь в открытии чего-то нового. То есть, когда мы рисуем руну, мы закладываем туда энергию, и она начинает работать на нас. Вот эти вот руны, они сделаны из березы. Береза, как дерево, дает что? Свет, чистоту. Свет, чистоту, приятную энергию, чистоты, живую, женскую энергию дает. И сегодня мы вытащим каждый парун и получим ответ на свои вопросы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Возьмите, пожалуйста, в левую ладонь руну фейхо, почувствуйте энергию. Сожмите руку в кулачок, почувствуйте внутри ладони руну фейхо. Поднесите руну в область копчика. Почувствуйте, как руна фейхо входит в ваш копчик. И вы ощущаете финансовую стабильность на уровне устойчивости, постоянства. Вы чувствуете, как материальный план начинает наполняться стабильностью, устойчивостью. И мы прямо видим, как в области копчика у нас загорается руна фейхо. Богатство, успех, процветание на материальном, на таком уровне устойчивости, стабильности, постоянства. Хорошо переносим руну в область низа живота, в сексуальный центр, свадхистан, чакра. И чувствуем, как энергия руны входит вниз живота. И мы ощущаем, как у нас появляется желание материальное. Мы чувствуем, как у нас прямо вниз живота сгорается такая ярко-оранжевая энергия. И внутри мы видим руну фейхо. И мы желаем. Хорошо. Поднимаем выше в область манипуры чакры. Здесь прямо яркое солнце загорается. Увидите, как руна фейхо входит в манипуры чакру. Загорается там и заряжается энергией богатства, изобилия, успеха, процветания. Почувствуйте, что вы становитесь словно магнит для денег. Вы видите, как отовсюду, со всех сторон к вам притягиваются нужные люди, события, ситуации. Ощутите яркость в действии. Переносим на уровень анахаты чакру фейхо, сердечного центра. И здесь мы уже ощущаем именно любовь. И мы свой материальный план даем на благотворительность, на то, чтобы сделать миру хорошо. Чтобы в мире появилась любовь, гармония, счастье. Почувствуйте, куда бы вы пожертвовали деньги, какую бы благотворительность вы хотели бы сделать. И вы видите, может быть, вы даете родителям, может быть, вы даете детям, сиротам. Может быть, вы свой материальный план наполняете и передаете нуждающимся в финансах, инвалидам и так далее. Почувствуйте именно уже сердечное желание передавать. И почувствуйте, как именно денежный поток позволяет вам заниматься творчеством, путешествовать. Радоваться. Дает вам свободу. Такую медитацию можно проводить, даже если у вас нету рун. Просто визуализируя по центрам, по чакрам. Работает просто невероятным образом. По-настоящему просто у нас девочка проделывала. У нее сразу доход 200 тысяч пришло вообще просто. Она была удивлена. Хотя это просто работает с центрами, с энергетическими центрами, с рунами. То есть, так же хотим мы на любовь, да, представили себя, своего любимого. И между вами, например, руну радости в нее. И уже пошел поток энергии. Ну что ж, дорогие, на этом мы завершаем наше занятие. Что хочется сказать. Руны по-настоящему очень интересны изучать, практиковать. Но здесь желательно иметь хорошего учителя, преподавателя. И очень важно понимать, что руны они как дают, так и забирают. Поэтому, работая с рунами, очень важно соблюдать все правила. И сейчас я останусь с участием еще ненадолго. Наши, как бы, со зрителями я прощаюсь и раскрою уже многие секреты. Редактор субтитров А.Семкин